так 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 ну что ж ждем так где же где же не присоединяется сейчас ребятки все сейчас все будет подождите секундочку что куставший за спортзала только пришел поелся даже сумку не разобрал так не отключайтесь буквально 7 секунд все все я проверял здоровье все хорошо все нормуль все замечательно так еще два ждем пока нас товарищ подключится к нам показывать минск привет признаться мужчине первое что любит это нормально допустим вопрос как мужчине спасибо если вообще кого-то любите то не надо этого стесняться если вы этого не скажете потом можете об этом жалеть очень долго надо всегда все говорить зачем хранить так скажем ненужную информацию в голове а если она нужна и поделитесь есть человеком который вам не безразличен говорите всегда все не надо стесняться чего стесняться скажешь ну чё не пошлю точно ой 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 что-то я там сколько-то пропустил кого ждем ждем илюха психолога эксперта ты москве сейчас до вернись на проект никогда украина привет 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 греча до сих пор с тобой живет в основном екатеринбурге она живет как относится к женитьбе но если это так скажем обоюдное согласие то это нормально если нет то нет вообще как бы женитьбе это хорошо узаконенные отношения это хорошо то есть ты уже можешь за человека полностью нести ответственность и ну переходить отвечать перед любым топ она может позавиться на твое счастье германия привет иркутск привет ребята хочу вас обрадовать я скоро буду у вас буквально 14 числа буду в иркутске так что у нас там будет один как короче не могу вам сказать что там будет пока но в иркутске я буду очень скоро кого ты видишь качестве жены представляете это будет женщина вот это точная информация так москва привет на побриться и баса куить молодец это похвально главное бросить и раз и навсегда и надо радоваться ну почему просто у меня вот есть друзья товарищи москве может у нас есть общий знакомый потому что ой в москве иркутске потому что иркутск как бы не такой большой город класс нас переставим прилететь праздником 14 февраля как эта херня но праздник 14 февраля вам для влюбленных если ты не влюбленный у тебя нет пары то как в этой не праздник по сути так ростов привет так 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 когда в казахстан 3 казахстан были слушать если честно по моему апреле казахстан февраль март апрель в апреле вроде но ничего короче три месяца вот подключаем так наступающий 23 спасибо как реклама у тебя стоит я не жадный пишите по рекламе привет привет как дела дорогой да ничего нормально вот пришел с спортзала пытаюсь с пользой проводить свои выходные свободное время это правильно не поверишь сегодня я долго своим директором общался и спорили на тему той истории помнишь ты рассказывала что тебе предлагали сниматься в фильме для взрослых так так не рассказал подробности мне вот прям жутко стало интересно как это произошло вот как и никита шлюков такой шустрый парень попался на уловку мошенников вообще ну тебя не развели как говорится вот давай уточнять чуть как бы нам нужен факт факта не было все вопрос закрыт а вообще как это получилось сказали о том что приезжай сниматься в новом шоу как бы сказали сколько платят очень хорошо платят у нас как бы европа мы показываем вообще все я ну ладно как бы не проблема чем на европа европа все приехал а у них как бы ребята наоборот делают на этом акцент участники что как бы надо наоборот чем жестче тем лучше ну я так посмотрел на это все и там еще как бы не спрашивают кто тебе нравится тебе просто подкладывают человека и вот ты с ним как вот что-то делаешь ну ясно здорово прям наглым образом подкладывают тебе человека и ты уже как говорится подписал себе смертный приговор ну как вот там короче например живут четыре человека в одном так пентхаусе так так будем это называть да две комнаты две кровати захочешь и вот тут спишь здорово а ты где а я с тобой ну понятно слушай его мошенники чего не придумают лишь бы заработать денег нажиться на доверчивых таких вот перспективных ребятах как ты поэтому слава богу что никита шалюков не попался у нас на удочку этих пошлых негодяев ну ладно еще страшно мне сказали о том что если захочешь вернуться ты только скажи поэтому за планы отхода у меня есть всегда на таких случаях то есть по сей день они будут рады тебя принять ты хочешь сказать спустя время да 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 ничего себе такие вещи ты рассказываешь как можно вообще не знаю было не проверить информацию полететь во францию досконально кто тебя пригласил что за контора я конечно понимаю что бывают ситуации когда тебе знаешь там на уши лапшу повесят ты будешь верить надо же проверять никитос ну илюха ты же знаешь я как бы на подъем вообще легкий что поехали ну все поехали получится да да нет нет ну все слушай а тут пишут никита иди к янке вот твое мнение по поводу яны ты знаешь да что на второй раз приходила на проект вернулась я помню то мнение на старом нашем совместном эфире что ты сказал что и даже на метрах себе не подпустишь потому что она легкодоступная и этот аморальный образ жизни но ни одного мужчине не понравится нормальному мужчине ты хотел сказать что она шлюха ну да ну как бы понимаешь у меня нет такого словарного запаса как у тебя я просто ходил недавно на прямой эфир дом 2 магазин и у меня спрашивают как задавали такой же вопрос как ты относишься к ян я говорю давайте назвать вещи своими именами она шлюха конченая шлюха ей 18 лет я тут видел видео где она просто кузнецова показывает сиськи но это было кстати на съемке на которой я был совсем недавно я тебе даже больше скажу ты понимаешь что она хайпит на всем на чем можно вот все что движется она готова ловить хайп она готова раздеваться показывать свое тело значит захват губами делать лишь бы чтоб ее показали в эфире быть в центре внимания еще к тому же позволит артиста гуфа который на мой взгляд но не достоин такого очернения касаясь своего имени я согласен я просто не понимаю ведущих для чего они держат это позорище и показывают это на всю страну это просто ну кошмар какой-то я бы на месте ну кого-то из мужского состава ведущих уже наверное принял какие-то меры но я так понимаю мужчин там не осталось из ведущих потому что их никто уже не ставит ни в пример авторитетом они ни для кого не являются поэтому будем ждать пока потонет этот кораблик под названием 2-2 с такими пассажирами но мы будем надеяться что кораблик не будет тануть не надо таким быть а нет просто сам факт того что так может случиться из-за того что там сейчас заполнен дом все равно я тебе скажу у яны ты же понимаешь нет шансов я считаю на проекте и я думаю что она в ближайшем будущем уйдет и придет какая-то нормальная девчонка которая будет показывать достойные отношения и строить любовь как у тебя с личной жизнью ты мне скажи про историю конечно спорно которую ты рассказал это вообще за гранью моего понимания как ты вылез из этого болота но что у тебя в личной жизни появилась ли та самая и мне было бы интересно узнать хотя бы 20 процентов реальности никита шулькова именно личного пространства ну короче так тебе скажу если бы сейчас я мог поставить статус контакте вы поставил все сложно я вот как всегда ты знаешь я легких путей не выбираю так получилось что мое сердце опять было атаковано и наверное чуть-чуть над колота женщина с которой я давно кстати встречаюсь и вот показывали даже вы выкладывали нашу фотку о том что вот наконец-то я там начал с кем-то встречаться ну и тут опять все сложно как бы мы с ней ровесники ее прошлая жизнь не дает покоя и и я там никаким образом повлиять ни на что не могу поэтому это которая катя пишет нет это не катя что за катя не знаю там у тебя подписчики спрашивают слушай ты мне расскажи ты как прошел ближайшие дни которые ты ездил на кастинге вообще какой-то сериалку что-то новое ждать будем ждать от никита шулькова да сегодня пришло оповещение о том что мне утвердили народ опять товарища полиции буду опера уполномоченным ой я жду когда может быть полицейские срублевки позовут это вообще будет бомба мне кажется ты впишешься в этот проект аж тебя в не спать повторяли я кстати видел тут недавно выпуск старых где никита там шутит но актерская деятельность это твое я прям верю знаю что у тебя будет будущее в этом я надеюсь на то что я надеюсь на то что меня позовут уже на какую-нибудь более главную роль для нового проекта просто участвовать в старых это тоже неплохо но хотелось бы чего-то большего я сегодня сериал который написал полгода назад отправил на одному из завтра в телеканалу стс вот жду ответа то есть там у меня одно условие было типа я вам готов отдать его бесплатно но роль второстепенная там одного героя я заберу себе вот но получится будет прекрасно мы все будем держать себя кулачки и конечно же я думаю с твоей целеустремленности ты воплатишь свои желания в жизнь вот мне пишут здесь илья хотелось бы узнать о твоей личной жизни ребят моя личная жизнь под грифом секретно я вообще не считаю что нужно афишировать личную жизнь кстати тут если получится я покажу вам салют там видишь у нас бабахает вдалеке тогда есть чуть-чуть в честь нашего прямого эфира илюха ты почему не рассказываешь о нашем с тобой общем мероприятии которые мы планируем мы планируем с никитой скоро очень общий проект вот почему не рассказывать знаешь как говорится пока не воплотим чтобы не сгладить будет совместный проект сенсация для всех групп дома 2 не только будет скоро совместный проект и кстати я тебе тоже расскажу одну новость о которой ты узнаешь только сейчас в ближайших эфирах из моих уст прозвучит имя никита шлюков почему она прозвучит под каким контекстом с каким контекстом точнее ты узнаешь это на тнт совсем скоро бородина против бузовой лично понял вот приятненько а так будет совместный проект да и скоро вы узнаете социальные сети никита шлюкова и ильи сыгляни будут рассказывать об этом совсем скоро кое-что интересное для подписчиков наших общих ждите поэтому много всего будет прекрасного хорошего и доброго а так я по никита расчет идет дальше буквально недавно я прочел новость оказывается в конфликте который произошел совсем недавно слышал наверно да ли берш и черно да да показывали эти скриншоты ли берш который выставляла там про сашу какая она полная там про ее вес конечно такие там оскорбления были твое мнение все-таки что это там хайп что думаешь по поводу этого вообще я видел буквально вчера саша выкладывала скрины переписки с ли берш с вопросом типа что ты вообще хочешь от меня где она не дает конкретного ответа и я уже на этот вопрос отвечал и отвечу наверное так же потому что ли берш это кто давай разбираться никто в плане какое отношение на имид к участникам вот если человек является участником телепроекта он может говорить свое мнение в сторону или еще что-то она им никем не является и просто так со стороны там может любой крикнуть ты там блять пидор но также никто не делает правильно а ли берш получается сделала именно вот так ты там толстая ты там устраиваешь дедовщину какая разница ты не на проекте ты не участница ты никак вообще не имеешь права на них рот открывать поэтому я думаю тут не на этот хайп я это уже прокомментировал вчера видео в инстаграме разошлось я сказал свое мнение потому что меня завалили директ вопросами по поводу этой ситуации что ты думаешь я как эксперт телепроекта дом-2 и я на фоне которые к сожалению не с лучшей стороны монстрирует проявление свое на проекте а кто то кстати спортивные занятия продолжаются ты же боями занимаешься или ты сейчас это подзабил пока на эту историю понедельник среда пятница я хожу сейчас бороться боксировать и все вместе ну просто нет возможности ездить акцентированно там на бокс или кикбоксинг поэтому хожу в зале который у меня рядом с домом поддерживаю форму так сказать главное чтобы руки ноги не забывали борьба дается конечно тяжело но ничего страшного мы не сдаемся до конца держимся остальные дни занимаемся просто физической подготовкой потому что 14 числа я уезжаю командировку на 12 дней так будет в течение трех месяцев каждые полмесяца буду я я это знаю понимаю чем речь идет в общем никита сохраним этот эфир мне кажется много интересного рассказали поговорили на поговорили на разные темы вот тебе желаю хорошего отдыха хорошего дня я тоже сохраню эту трансляцию и обязательно ближайшем будущем мы уже проанонсируем совместный проект и поэтому всем подписчикам добра хороших выходных у вас любим ценим и не забывайте смотреть тнт и следить за никита и за ильей давай будем на связи тем пока сохраняя эфир давай пока пока пока